Новости на информационном канале Севастополя. В студии Наталья Двойцина. Смотрите выпуски. Итоги штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. Паромное сообщение северной стороной обещают восстановить в течение дня. Готовятся к сессии. В конце января депутаты рассмотрят вопрос об отставке председателя законодательного собрания Алексея Чалова. Проявили себя с лучшей стороны. Профессор высшей школы экономики высоко оценил работу севастопольских властей в период ЧАЭС. На утро 13 января лимиты электроэнергии, подаваемой Севастополю, составили 170 мегаватт. При сохраняющемся дефиците мощностей, Севэнерго удается частично ограничивать жилой сектор по ранее утвержденным графикам. Информацию озвучили сегодня утром на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. Севастополь полностью обеспечен тепло- и водоснабжением, природным газом, фиксированной мобильной связью, доступом в интернет. За минувшие сутки в городе произошло 13 ДТП. Два из них связаны с наездом на пешеходов. Из-за поломки одного из паромов в Севастополе было временно приостановлено паромное сообщение с северной стороной. Уже сегодня, во второй половине дня, он выйдет на линию. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил Департаменту здравоохранения проконтролировать выдачу бесплатных медикаментов льготникам. И призвал все службы своевременно реагировать на обращения граждан. Продолжаем работу в режиме ЧАЭС. Основное – это лимит потребляемой мощности, понятно, да, и покрытие города. Второе – промышленное предприятие. Возьмите, проанализируйте вчерашний день по предприятиям, которые выполняют ГОС и Гособоронзаказ. Понятно, да? Дальше. Подсчитать то, что я вчера по-ручению не давал. Ключающий срок – ущерб, который не понесли. Первое заседание Севастопольского законодательного собрания, на котором будет рассмотрен вопрос об отставке председателя Алексея Чалова, состоится предположительно в конце января. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель председателя Екатерина Алтобаева. Напомним, ранее, 29 декабря, Алексей Чалов заявил о желании уйти в отставку, объяснив свои действия невыполнением программы развития города, с которой он прошел в местный парламент на выборах в 2014 году. Письменного заявления прессе не демонстрировали. В настоящее время Алексей Чалов находится в командировке в Москве. По регламенту законодательного собрания в случае появления письменного, а не устного заявления об отставке, далее депутатами принимается постановление и избирается исполняющая обязанности. Чтобы занять эту должность на постоянной основе, необходимо большинство голосов. Для того, чтобы возглавить местный парламент, одному из депутатов необходимо заручиться поддержкой 13 коллег. В ходе нашего заседания будет решаться вопрос в том случае, если письменное заявление будет оглашено о том, будем мы, депутаты, принимать вот это решение, то есть согласимся ли мы с мнением Алексея Михайловича, поддержим ли мы убеждение Алексея Михайловича, что вот нужно поступить именно так или нет, это еще вопрос. То есть это еще процесс. И вот после перенятия соответствующего документа, постановления, тогда уже будет решаться вопрос, освобожден он от занимаемой должности, не освобожден он от занимаемой должности. Ну и соответственно встанет на повестку второй вопрос о преемнике. Говоря о предстоящей работе, заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин заявил о необходимости совершенствования законодательной базы. В частности, весенняя сессия будет посвящена работе муниципальных образований, срок каденции которых истекает в этом году. Постараемся весной принять все соответствующие законы, связанные с реализацией их полномочий. Это первый пакет блок законов, ну и второй блок законов будет посвящен инвестиционной деятельности и как раз земельным отношениям. То есть то, что у нас на сегодняшний день недоурегулировано, я надеюсь весной мы все эти законы примем. Российские журналисты сегодня отмечают профессиональный праздник – 13 января, день российской печати. Связан он с исторической датой и именно в этот день, в 1703 году указом Петра Первого, в стране начали издавать первую печатную газету ведомости. Севастопольских журналистов сегодня поздравляли в законодательном собрании от имени депутатского корпуса. Заместители председателя Екатерина Алтабаева и Александр Кулагин вручили корреспондентам местных печатных, телевизионных и электронных средств массовой информации благодарственные письма. Отмеченная работа информационного канала Севастополя. В приветственной речи Екатерина Алтабаева пожелала работникам СМИ объективности и творческих успехов. Очень хотим, чтобы те публикации, которые вы в разной форме осуществляете, чтобы они служили Севастополю, были на благо нашего города. Потому что, ну, я совершенно уверен, что наши вот сейчас объединенные техники, которые трудятся для Севастополя. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло на итоговом годовом собрании предприятий Севтеплоэнерго и Водоканала поблагодарил сотрудников за слаженность действий в режиме ЧАЭС. В этих двух организациях в общей сложности работает более трех тысяч человек. Один из главных показателей труда коммунальщиков – уменьшение количества жалоб от жителей на их работу, отметил глава города. Главными достижениями тепловиков в минувшем году стал капитальный ремонт девяти котельных, замена изношенных теплотрасс. Общие сложности затраты на модернизацию составили 31 миллион рублей. Зарплата на предприятие увеличилась наполовину – с 19 до 27 тысяч рублей. В этом году планируют рост еще на 10%. Программа модернизации оборудования продолжится. На эти цели в этом году будет выделено 370 миллионов рублей. Что же касается Водоканала. В 2015-м вода пошла из крана в домах жителей села Обороны. Установлено три насосные станции, переложено в 80 километров сетей и получены новые машины. Все это для того, чтобы город без ограничений получал в сутки необходимые 140-160 тысяч кубометров воды. Общие планы этих предприятий на текущий год – выход на бездефицитную работу. На встрече с трудовыми коллективами глава города ответил на вопросы коммунальщиков. У нас и рост сетей, вы лучше меня знаете, 70-80 и более процентов. Поэтому, насколько возможно запланировать привлечение бюджетных средств для ремонта сетей, мы на 2016 год планируем. Это 370 миллионов по улице Героя Сталинграда и улице Хрусталева. Кроме этого, по Севтеплоэнергию мы рассматриваем консессионные соглашения. В соответствии с планом развития и реинформирования ЖКХ предусмотрено строительство административного здания для Севтеплоэнерга. Губернатор Сергей Миняйло поручил наладить работу Единого информационного расчетного центра так, чтобы данные в платежных документах совпадали с реальностью и показаниями на счетчиках абонентов. Хочу задать вопрос и директору водоканала, и Севтеплоэнерга. Это оплата по счетам. Вот вопрос из зала. Сергей, уважаемый Сергеевич, наведите порядок в водоканале по оплате счетов за воду. Сегодня я простоял, не простояло, четыре часа. Николай Владиславович, люди, которые в перерыве, в обеденный перерыв прибегают работать, вернее, прибегают оплатить счета, они должны стоять четыре часа. Развитие всех жизненных сфер в Крыму и Севастополе возможно лишь при постоянном взаимодействии с другими регионами России. Об этом на встрече с нашей съемочной группой рассказал эксперт-политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвеевичев. Он отметил, в данный момент двум самым молодым субъектам страны не обойтись без федеральной поддержки. Облегчить работу местным чиновникам и на должном уровне проинформировать граждан в любых, особенно законодательных вопросах, помогут регулярные обучающие встречи со столичными специалистами. Это могут быть как тематические семинары и лектории, так и дистанционное обучение с помощью видеоматериалов. В первую очередь эксперт посоветовал развивать в Крыму экономику и туризм, а Севастополю усилить сотрудничество с Министерством обороны России. Кроме того, Олег Матвеевичев высоко оценил работу городских властей, особенно в период чрезвычайной ситуации. В этой экстремальной ситуации власть прошла проверку, что она показала себя эффективно, показала себя очень грамотно, хорошо. И вот, может быть, военный опыт губернатора, меня его в данном случае, он сыграл свою роль. То есть он в такой военной, в штабной такой ситуации, когда меняется быстро оперативная обстановка, быстро сумел принимать нужные решения и все работало. Это для любой власти очень серьезное испытание. И Севастополь его, кстати, с честью выполнил, и губернатор в том числе. В Крыму и Севастополе провели соцопрос на тему прошлой и настоящей жизни полуострова. Общественное мнение жители собирали для создания книги о новейшей народной истории Крыма. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил член рабочей группы проекта, директор Института стран СНГ Константин Затулин. В анкете 60 вопросов касаются они социального настроения, чувства безопасности, восстановления исторической справедливости и других направлений жизни. В опросе приняли участие 2000 респондентов, 400 севастопольцев, остальные крымчане. Такую работу провели в ноябре 2015 года. Статистические данные авторы книги возьмут за основу. Кроме того, учтут и мнение первых лиц полуострова. Завершить работу по проекту планируют к апрелю этого года. Мы провели уже огромную работу. Мы опросили практически всех живущих, командующих Черноморским флотом, членов военного совета Черноморского флота. Мы взяли накануне ухода из жизни Валерия Саратова интервью. Взяли интервью у Юрия Мешкова, взяли интервью у Леонида Горача, у Сергея Цекова и так далее. Не брали пока у руководителей Крыма и Севастополя, оставили это на последний момент. Но имеем договоренности здесь, насколько я понимаю, с Сергеем Ивановичем Миняйло и с Алексеем Михайловичем Чалом о том, что они на наши вопросы ответят. Севастопольцы осудили за убийство двухлетней давности. Об этом сообщает Следственный комитет. Случилось все в 2013 году в садовом товариществе «Радужное». Молодой человек распивался со своим знакомым спиртные напитки. Произошла ссора, в результате которой он нанес товарищу удар топором. Пострадавший скончался. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник спрятал тело в подвале дачного дома. Останки обнаружили спустя два года сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого задержали. В ходе осмотра места происшествия и проверки показаний злоумышленника, сотрудники Следственного управления получили неопровержимые доказательства в виновности задержанного. Суд Гагаринского района признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Информационный канал Севастополя лучше всех городских СМИ освещал спортивные мероприятия в 2015-м. Наш канал отметили на церемонии вручения премии «Спортсмен года». Награды вручил губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Среди многих номинаций на торжественном мероприятии выделили и лучшего спортивного журналиста прошлого года. Стал известный севастопольский комментатор радио и телевидения Владимир Милянский. Вот уже много лет наш коллега рассказывает зрителям и слушателям о достижениях севастопольских спортсменов, об их главных победах и результатах. Владимир Милянский поделился, чтобы достичь таких высот, нужно много работать и быть объективным. Отмечается заслуга журналиста в том, как он раскрывает, глубоко ли раскрывает тему, традиционные ли идут репортажи о спорте высоких достижений, о массовом спорте. И хотелось сказать, что Севастополю в прошедшем году, предолимпийском, есть чем гордиться. У нас подготовлены в Севастополе один заслуженный мастер спорта, один мастер спорта международного класса и 13 мастеров спорта. Причем России эти звания они уже получили, выступая на российских чемпионатах и международных соревнованиях. Здорово, когда награждают именно канал телевизионный и нашу также радиовещание, которое рассказывает о спорте. Я веду на радио уже передачу более 40 лет. С 1973 года идет передача у нас «Спорт и мир». Считаю себя пропагандистом здорового образа жизни, потому что я ежедневно делаю зарядку, ежедневно занимаюсь гимнастикой ушу здесь у нас в парке, на историческом бульваре. И хочу, чтобы служить примером для нашей молодежи. На этом у меня пока все. На информационном канале Севастополя знаем и говорим о важном и интересном. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok